Через две недели после начала призыва первая партия новобранцев отправляется из Иваново в воинские части по всей стране. Сегодня в областном военкомате десятки прошедших отбор юношей узнают, где им предстоит служить в ближайший год. Это кабинет эксперта по профотбору. По тестам Ольга Бахвалова определяет степень психологической устойчивости призывников. Тесты они проходят на компьютерах. 84 вопроса должны выявить, насколько быстро юноша адаптируется к службе в армии, насколько он готов к стрессовым ситуациям. Ольга рассказывает, что к тестам ребята подходят как к контрольной. Иногда лукавят в попытке ответить на вопросы, по их мнению, правильно. Иногда бывает, что я сержусь. Ведь бывает у всех такое. Да. Но, к сожалению, иногда ребята, чтобы, например, показать, насколько он такой хороший, произвести благоприятное впечатление, по-моему, это нормальное явление. Иногда не могу сказать, что нет, я никогда не сержусь. Здесь все очень индивидуально. Но, опять же, необходимо учитывать, что должна быть искренность, то есть достоверность ответа. У Эльдара высокая степень устойчивости. А еще есть высшее образование, грамоты и медали за спортивные достижения и полная семья. Значит, он вполне может служить в ВДВ. Сегодня так называемые покупатели именно из этого элитного рода войск. Капитан Золотарев должен отобрать в 98-ю гвардейскую дивизию 25 молодцев. Он лично изучает дело каждого, проверяет его состояние здоровья. Годность должна быть только категории А, без ограничений и патологий. Важно, чтобы юноша умел работать в команде и мог оперативно реагировать на приказы. Перед Золотаревым самые устойчивые и самые здоровые. Но в ВДВ попадут не все. Из личной беседы с ними мы уже, соответственно, смотрим, как они уверены, не уверены в себе. Может, что-то скрыли они, что-то может они не договаривают. Потому что, сами понимаете, что только из личного общения уже с людьми может где-то что-то выявить, какие-то недостатки, которые, допустим, не увидели у нас врачи. Ильдар Хамедшин капитану Золотареву понравился. У юноши есть цель – служить в престижном роде войск, там же, где его отец. С детства Ильдар слушал героические песни про десант и мечтал о прыжках с парашютом и марш-бросках. Я не считаю, что один год службы в армии – это потеря его. Я считаю, это очень важно для каждого мужчины. И это нужно пройти каждому. Я считаю, тут станешь самостоятельным. Это как вся жизнь, которая в один год проходит. Ты от духа до деда. И это реально так. Здесь специалист измеряет Ильдара, чтобы выдать ему весь комплект одежды. Вещь-мешок со всем необходимым, подворотничками, иголками, нитками, берцы, прикроватные тапочки, зимнюю и летнюю форму, шапку-ушанку. На год службы выдается всего один комплект. Поэтому подходить он должен идеально. У нас таких еще случаев пока не было, чтобы молодой человек уходил служить в армии. И такого, чтобы не подходила форма одежды, ему какие-то вопросы возникали. Слишком большую форму дали, слишком маленькую, либо тесновать – такого не было. Вопросы, которые возникают, решаются на складе. Здесь же прям подгонку осуществляем. Уже вечером отобранные к службе отправятся в воинскую часть, которая на год станет и местом их работы, и домом. Ильдар надеется, что ему повезет, и служить он будет в 98-й гвардейской дивизии. Юность в сапогах для него начинается сегодня. Мария Смирнова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.